Доброе утро. Давайте начнем. Тема газ, пожалуйста. Понял. Спасибо. Дорога. На сегодняшний день занимаемся ремонтом оборудования. Приступили к ремонту задвижных, председателей, котлов больших. Проблем пока никаких. Действуем. Работаем по плану. Согласно плану и разработаем план. Проблемы нет. Спасибо. Дорога. Сегодняшний день мы везем 4850 крюкового мусора. Проблема с погодой. В машине не могут заехать на полигон. Нормально уже приходится их вытаскивать дополнительные техники с полигона. Это проблема номер один, которая в ближайшее время необходимо будет создать комиссию и решить вопрос с восточной дороги на полигоне. По кладбищам у нас в режим по графику, который был установлен отделом мусорского хозяйства. Мы делаем дополнительные обустройства дорог для того, чтобы люди могли заехать и в дальнейшем. А плохо, Юрий? Нет, все нормально. Кроме этого, необходимо оборудовать остановку, которую пристроили в какие-то времена, не знаю, в каком году. Она находится прямо около осторожки, не имея крыши, не имея стен. То есть мы вчера сняли размеры. Попытаемся сделать все-таки, чтобы люди могли в случае дождя ждать общественного транспорта, чтобы они подождались в нормальных условиях. Кроме этого, по улице Колесова мы демонтировали забор, который имел опасность, был аварийный. Вчера мы закончили эти работы. Если найдем источник финансирования, мы хотели бы, мечтали о том, чтобы убрать переднюю со стороны Дичибала, сделать джинну. Скроп на стиле забор, чтобы была все-таки центральная улица и должна иметь какой-то вид правильный. То есть это в ближайшие дни мы попросим вас, ваша лица, выделить средства для того, чтобы мы приобрели кроп на стиле, оборудовали этот декоративный, или как его назвать, забор и прокладочи. По дорогам мы занимаемся белым вариантом, грантированием, устраняем тот потоп воды, который был, который навел людям большие проблемы. В любом районе нашего города происходило затопление. Особенно самым опасным был этот проспект Победы, 68-й дом, где раньше был укурузный завод. И восьмой квартал, новый ГЭЦ, в принципе, что присяг, везде. Вопрос по проспекту Победы. Необходимо, я даже не знаю, как это сделать, необходимо у Минвексари, письмообращение на кукурузный завод, бывший, как он сейчас называется, я сейчас не могу вспомнить, это такое другое название. У них наша леневка проходит через их территорию. Она, ей уже необходимо, с силами одних работников, которые работают по леневке, не успеют. То есть нам придется привлекать дорожных работников, чтобы устранить тот, отстой от той глязи и ила, которая там сейчас есть. Кроме этого, предприятие самовольно часами ставит сетки в трубах, которые по метрам 20, которые проходят, и закрывают доступ к протеканию воды, потому что, как бы то ни было подачи, протечения воды через это, происходит медленно, чем должно быть. Самый тяжелый район этого реки, это связано с тем, что, я даже не знаю, это надо проектировать, новую систему, потому что та, которая выходит от 5, 7, 8, 6 квартала, которая выходит сзади хлебокомбинатора, она имеет метр 20, а дальше идет 180 метров, идет на 800, потом на 400. То есть поток воды не успевает и постоянно затапливают эти дома, которые первые два дома от угла. Первые дома у реки, будем говорить, с правой стороны, если смотреть со стороны Штепан-Чалмари. Мое мнение, что необходимо сделать проектирование, делать параллельно улицы, доспортивно, делать вниз, делать новую систему отвода воды, с учетом концерта поставить систему отстоя, потому что вся вода вытекает в наше городское озеро, и дети наши там купаются, и поэтому, да, должно быть более чисто затекать в озеро. По вопросу, чтобы он не поднимался, по вопросу остановок общественного транспорта. Я понимаю, что я исполнитель, но понимаю реакцию, которая будет. Я хочу сказать, что подготовка документов, определение места, делать все, это тоже делать объектурой, другие отделы, премареи. Я исполнитель, я должен получить готовый место, где я должен установить, я должен пойти потом, так как у премареи нет таких возможностей, я могу сходить, согласовать со всеми службами, но решать самому, решать, где это должно быть, это не моя обязанность, я не понимаю этот смысл, и поэтому говорю заранее, что я готов те улицы, которые предназначены, 4, и не хотим установить, но только при условии, что архитектура и другие отделы должны подготовить документы для того, чтобы, или эскизный проект, для того, чтобы я установил. По вопросу мусорных лошадок, значит, в ближайшие дни из-за погодных условий нельзя было проводить свадочные работы, мы постараемся, погода вроде бы с четверга нормализуется, мы закончим посредство и перейдем на самый участок, такой у нас в Ухаркове, Карабан, хотя, честно говоря, мы убрали там даже то, что и не наше, но мы не делим, я говорю, и буду повторять, что у меня нет отделения, мы убрали вместе с Каспорной Новикой, убрали там все, что было возможно, но там самый опасный участок, это уже территория гаражей, там просто жирная бомба, и я бы хотел, чтобы патологическое агентство нашло этого, директора этого гаражей, и приняло решение, потому что это просто, ничего нет жиры, появится температура более плюсовая, будет проблемно в всем том микрорайоне, это все вроде, если есть вопросы, пожалуйста. А, кстати, я извиняюсь, учитывая, что есть телевидение, я хочу довести до всех экономических агентов, в том числе предприятий, ну и спальни, государства и так далее, мы вынуждены будем приостанавливать вывоз мусора, либо бытовых отходов, как мы их называем, с этих учреждений, у нас 900, почти что миллион долгов по арбийским фирмам, и им отправили припензии, никаких реакций нет, поэтому в договоре четко написано, что мы имеем право приостанавливать, то есть мы им даем 10 дней, не охотят, пусть не сбежаются. Все сказали, да, Эмин? Да. Нечет того, что вы приостановите, вы ничего не приостановите, у вас есть юридические юристы на предприятии, пускай они идут и работают в законном поле с этими предприятиями. Что значит, вы приостановите? Нечем заправлять машину. Прекратите. Прекратите. Вы заняли очень позицию какую-то для меня непонятную. Еще раз говорю, есть юристы, идите работайте с юристами, с теми компаниями, если это госпредприятия какие-то. И покажите мне претензии на эти госпредприятия, чтобы я их озвучил, что такое-то предприятие, они платят за вызов мусора, а не просто делать голословное заявление. Что касается дороги, я вам говорю уже четвертый месяц, то, что дорога должна быть вторая на полигон. Со стороны поля там это есть, и вы знаете, где ее надо делать, эту дорогу. Что касается остановок, да, справедливое замечание, но вы должны были совместно с архитектурой проектировать эти остановки. Это на Ливаневского, не на Ливаневского, а на даче, на даче ту остановку, остановку на Молодого и остановку на Новых Бельцах. Скажите, вы обращались в архитектуру? Нет. Не обращались. Значит, сегодня посовещание вместе с Зинковским, и мы пригласим туда архитекторов, сядем и вчетвером поговорим. Дальше. Скажите, а вот вы на Стройске сделали вот эту вот закрытую площадку? Это она? Я им думаю, мусорная площадка. Я просто создавал, чтобы мы не закончили. А, не закончили? Сладочную работу нельзя было производить, там надо было установить еще двери в переднюю часть, обшить до конца. Правильно. Просто мы говорили о том, что там будут окна, чтобы пакеты люди выкидывали в окна, чтобы не было доступа туда собак, и чтобы ничего не растаскивали. Но я подъезжал, смотрел, существующую еще эту мусорную площадку, она вообще далека от тех, о которых мы говорили. Давайте еще раз посмотрим на эти площадки, пока она еще не завершена. Спасибо. Ко мне пришли люди, значит, они были, ваш специалист записывал, это Шаламалейху 73-77. Жители этих домов выкидывают мусорные отходы, бытовые отходы, как вы называете, на Терраспольскую 3. А у них есть контейнера, их контейнера, но они стоят сзади дома, и людям неудобно, видать, идти сзади дома, и поэтому они идут по ходу, их контейнера чистые, а Терраспольская 3 заполняется два раза в день, полные контейнера. Есть возможность, чтобы вы посмотрели переносы контейнеров Шаламалейху 73-77 вперед дома. Посмотрите. Николай Николаевич, посмотрю, если два дома заполнялись, я вывожу совсем не так, как они вам проинформировали. Вывоз, вывоз, с распространения такого, периода, как они говорят, что два раза в день мы вывозим от них мусор. Не вывозим. Два раза в день они переполнены стоять. Но если он переполнен утром, то я так понимаю, что после этого он не может, раз будет переполнен, Ну, вот вы, ваш специалист, был в понедельник на приеме граждан, но мне нужно было вам доложить. Доложили? Доложили. Выезжали на место? Да, выезжал. И что? Если честно, я не вижу выхода встанет впереди, у тех, кто в улице. Я думаю, что господин Лозенковский вместе определится. Там есть еще какая-то стоянка, они говорят, специальная, на этой улице. Посмотрите, потому что, ну, если получается, три дома вносят в один контейнер, ну... Ну, из тех домов говорят, что они это не делают. Поэтому надо еще... Так нет, там мало того, там еще в грубой форме они это делают. Это говорят улица Терраспольская, три. Я понимаю, да? Что они устали ругаться уже. Я понимаю, но... Они со мной работали везло. Я не говорю, нет, что они говорят невежливо. Они-то говорят вежливо. Они говорят, что между соседями спорные вопросы. Шаламалейху 73 и 77 спорят в Терраспольской, три. Хорошо, я еще раз говорю. Обратите внимание. Хорошо. Спасибо. Водоканал. Сегодняшнее утро зарегистрировано Винторой. По трем адресам работаем Плазма. Ирина Владимировна, вы когда уезжаете, трубы почему торгут? Почему, объясните мне. Вы больше не оставляйте. Вы будьте на работе, а в отпуск пойдете через год. А то вы уехали, и тут начало давление у нас перепадать. Хорошо? Да. И сделайте, пожалуйста, замечание вашей диспетчерской службы о том, что они разговаривают некрасиво с людьми. Я понимаю, что у нас люди все всегда правы, но ваша служба, это касается и вашей ЖКХ, они должны предельно вежливо, понимаете? Проведите с ними беседу, что человек, который звонит на ваш диспетчерский телефон, он всегда прав. Я понимаю, есть разное в жизни, но отвечать надо всегда вежливо и с достоинством. Хорошо? Да. Спасибо. ЖКХ. Председатель работает в штатном режиме, локализовано 94 уровня ситуации. Кровь за неделю выполнена 302 квадратных метра. Что касается отключений, есть одно отключение по улице Пушкина, 10. Второй день не можем идти хозяевом, 16-й квартиры. Это стояк на кухне отключенную. Что касается лавочек, ваше поручение, Тираспольская, 3, 4-й квартира, лавочки установили. И Орга, 40, 6 лавочек сегодня устанавливаются. Так, на Тираспольской, значит, вы и сделали. Да, вчера. Есть акцию. Плюс, а те ранние адреса, которые мы были? Мы их установили на прошлой неделе еще. Понятно. На Кровле будете возвращаться, когда будет погода, да? Да. Что с... с покрытием на детских площадках? Занимаетесь? Все закупили, да. Сколько еще заниматься? Ну, у нас еще половину мы не выполнили. Все это дожди мы не можем заливать, башню устанавливать. А где нужно засыпать, а где засухать. И без комбинар. Да, да, все заполнили. Хорошо, спасибо. Бео. Все участки предприятия работают, огромное усвоение. Походу, у нас немалые коллективы, коллективы работ на предприятиях. Я за этим несколько дней была. На мой центр, на центральной улице, огромное количество беспреречных улиц, щебня, грязи и так далее. Люди справились, все это собрано, вывезено, дороги все. Я расчищен, проезжаемость нормальная. Также, к сожалению, могло нервное начать подвелоку партюров по городу. Все спокойными условиями приостановили эти работы. Во всех остальных направлениях мы двигаемся дальше. Заканчиваем работу по чистке лесопосадок. Значит, снос ведется всеми бригадами, все на линии работы. Такой-таки проблем отхватили. Спасибо. Стараемся. Справимся. Все, что. Гостиница. Я же, это шла поближение особых проблем технических. Кроме вопросов, которые я ранее озвучила. Не было. Простили. Давида, Ивановна. Работаем согласно по погоде, что называется. погодные условия не дают выполнять работы на улице. И по крови. В пятницу состоялась рабочая комиссия по окончании работ на приемке эксплуатации объекта улицы Карачевана-Белякова. Комиссия состоялась. Объект принят с замечаниями. Подрядная организация должна устранить замечания согласно законодательству в срок не более 90 дней и предъявить комиссии вновь объект. И начался у них после этой комиссии начался началось течение гарантийного срока. В течение которого предприятия все, которые гарантируют исполнение каких-либо работ должны устранять появляющиеся замечания. Это какая улица? Карачевана-Белякова Байдекова. Байдекова. Только не пятница. В понедельник искала пятница, да? Извините, 15 числа в понедельник. Извини, а Стефан Челмай когда будет комиссия работать? Ну, была рабочая комиссия. Комиссия рабочая была. Замечания устраняются. Замечания устраняются. Сейчас опять возвращаются. Устраняются замечания. Опять там есть у колодцев там просадки трещины. на других уже на другом участке подходит погода возвращается именно на уже не на ливнеприемнике к недождеприемниках а на колодцах канализационных ливневой канализации. Понял, спасибо. Ралявственная программа. Работаем согласно графикам и от пара ревантехники и паралявляем подготовка к новому отопительному сезону. Разбрались с тем водителем, который женщину за собой потащил. Нет, там немножко было не так, как было преподнесено в средствах массовой информации. Я говорил лично со свидетелями этого происшествия. Там не совсем трезвая русская пара. Скажем так, это возглавный троллейбус на ходу уже когда он уходил с остановки завода Реуд. Потом женщина упала, человек уже подбежал с попыткой замять на месте два денежки и все. Мы замнем на месте. Извините за сленг, извиняюсь. Водителей нет. Этого не было. Головы вызваны полиция. Отвезены. Проведили примеры характера, которые проводятся в данном случае посвидетельствования, сбор показаний со стороны пассажиров, контакторов. Поэтому водитель сейчас работает на линии. То есть водитель прав, да? Да, он прав. Спасибо. Видите, преподнесся этот канал вражеский, преподнес все по-другому. И корреспондент главное здесь сидит. Главное, чтобы повержение дали. Вячеслав Иванович, значит, у меня есть вопрос. Вызовите, пожалуйста, такси, я имею в виду директоров такси. У нас была с ними достигнута договоренность о том, что мы езжаем до 250 лей сбор, но они легализуют все свои мастер-автомобили. Но по анализу финуправления не прибавилось автомобилей, то есть легализации нет, а еще даже уменьшилось. Проведите беседу и напомните, что это было сделано всего лишь на 6 месяцев. Пригласите его, нет, меня пригласите. Я был тогда на, это были публичные консультирования, насколько я помню, директор такси приходил не один раз, и мы пошли навстречу, и руководство пошло, и муниципальный совет пошел навстречу о том, чтобы снизить данную услугу с 500 лей на 250, но почему к нам никто не идет навстречу, это непонятно. Вы даже предложите им такой вариант, что мы готовы рассмотреть бесплатно, чтобы они работали в Бельцах на протяжении трех месяцев, но после трех месяцев они должны легализовать свой автотранспорт. Ну неправильно это как-то у нас идет, они обратились, мы пошли раз на встречу, обратились, пошли два на встречу, от них нет никакой отдачи. Пригласите, поговорите. Мы эту работу начали с прошлой недели. И что? Ответные реакции пока внятное объяснение господину Мирон не поступило. Я приглашал в контракт в отпуск, приглашал начаться с ним. Я был наиболее чтобы выяснить, вооружиться цифрами, которые официальными. Я вам скажу цифры, ровно в половине. Раньше они сдавали 50 тысяч, сегодня они сдают 25. Вот цифры. Мы эту работу начали, сейчас выведу ее на уровень прямого контакта с доказательной базой по отчетам. Просто я не понимаю какая проблема есть. Есть проблема, значит, они ее нарисовали тогда, пришли, сказали, чтобы мы легализовали весь автотранспорт, сделайте нам дешевле. Мы пошли, с 500 лей ушли на 250. Дешевле? Дешевле. Но у них почему-то перевозки подорожали, насколько я знаю, такси, да, но взносы в город, будем так говорить, они не платят. И государству тоже. Поэтому пригласите директоров и сядьте с ними за стол переговоров и говорю, нет, пригласите меня, я буду с ними разговаривать. Еще раз говорю, мы готовы пойти, чтобы у них была бесплатная работа, три месяца, но через три месяца они должны дать нам гарантию, что транспорт будет весь легализован. Так нельзя делать. И они нам это обещали. у вас есть что-то? Я хотел бы напомнить директорам муниципальных предприятий о том, о чем говорил немножко раньше. Режим труда и отдыха, праздничные, выходные, рабочие дни. Значит, ответная реакция в письменном виде поступила только от одного предприятия, от био, вот в таком виде, где очень подробные и красивые кто, когда дежурит и за что отвечает в период отсутствия основных работников. Жду от вас всех. Сколько дали срок? Мы по срокам не определялись, что до такой период, но этот срок уже наступает из этих... Уважаемые директора муниципальных предприятий, срок у вас до пятницы, до 14.00. Понятно вам? Еще есть что-то в экологии? Полиция! У нас есть предложение. Пока не седет дождь, мы предлагаем сделать визуальный осмотр пушковных переходов, на которых есть образовались ямы и параллельно как бы погода будет приятной для нанесения дорожной разметки, взять и эти лапы, то есть устранить. Иначе невозможно будет перед пасхальными праздниками нанести дорожную разметку. Что касается тоже организации дорожного движения, мы в адрес комарии отправили свои требования по поводу организации дорожного движения в пасхальную ночь и также на кладбищах. Просим создать рабочую группу, выехать заранее на место, посмотреть обустройство подборочных мест, остановок общественного транспорта, все это согласовать, также письменно и устно проинформировать экономических агентов, то есть перевозчиков, как будет осуществляться перевозка пассажиров на пасхальные праздники, где можно будет заезжать, где можно будет не заезжать. И также мы не будем допускать общественный транспорт на кладбище, то есть на территории кладбища по улице Багарина в праздничные дни. То есть по старой схеме будем действовать, остановки только допускаются на улице Багарина. Все принято. Юрий Николаевич. Услужда правильная прожитка среднодорезки, я уверен, что мы это правильно замечаем, но в ближайшие до 26 дня доложим полностью по всем пешеходам и переходам, в том числе и тем, где школьные учреждения, где церкви и так далее. То есть я в том замечательном я думаю, что необходимо срочно подготовиться к тому, что сделать. Спасибо. Все всем спасибо. Вы магнит и мне. Спасибо. Спасибо.